Всем привет! Это НИА Новости в студии Валерия Фридрих и сегодня мы расскажем о главных событиях. Отмена QR-кодов и послабление антиковидных мер. Какие изменения произошли в Казани и в России, расскажет Вероника Туманова. С 21 февраля в Татарстане больше не требуется предъявлять QR-коды при поездке в общественном транспорте и посещении публичных мест, в том числе заведений общепита. В силу вступили и другие изменения. Объектам розничной торговли разрешили работать в ночное время. Несмотря на послабление антиковидных мер, мы просим вас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, носить маски, соблюдать дистанцию. Вероника Туманова, Матвей Туваев. НИА Новости. Герои Республики. 20 февраля прошла официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об итогах медального зачета из самых выдающихся спортсменов из Татарстана расскажем в следующем сюжете. Завершились соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине. Для нашей сборной они выдались поистине непростыми. По итогам общекомандного медального зачета Олимпийский комитет России занял 9 место, обогнав Францию, Японию и Канаду. В нашем активе 14 бронзовых, 12 серебряных и 6 золотых медалей. Отличились спортсмены Республики Татарстан. Евгения Тарасова, уроженка Казани вместе с Владимиром Морозовым завоевали серебряную медаль в парном фигурном катании. Также российские фигуристы стали лучшими в командных соревнованиях. Успех отечественной сборной, в частности, принесло выступление Камилы Валиевой, которая стала первой в истории женского фигурного катания, исполнившей четвертой прыжок на играх. В одиночном катании она стала четвертой. Еще одно серебро принес нашей сборной Данил Садреев в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Это первая медаль России в данной дисциплине. Бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе стал Виктор Уайлд, уступавший ранее за сборную Татарстана. В состав сборной России по хоккею также вошли два игрока Казанского Акбарса – Тимур Белялов и Дмитрий Воронков. Матвей Туваев, Полина Якупова, Диана Таева. Днея новости. В кино бесплатно. В новом году у молодежи появилось больше возможностей для развлечений. В январе пушкинская карта обновила свою афишу и пополнила счет на 5000 рублей. О том, как хорошо провести выходной вечер и оформить билеты во все культурные центры, расскажет Полина Якупова. Пушкинская карта – проект Министерства культуры, Министерства цифрового развития и Почты банка, направленный на социальную поддержку молодежи. За прошлый год ее оформили более 3 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В январе этого года номинал карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей, а с 1 февраля по ней можно сходить даже в кино. Держателям карты доступна покупка билетов на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. Среди самых громких премьер февраля – комедия «Маленький воин» и спортивная драма «11 молчаливых мужчин». Оформление карты занимает считанные минуты, если у вас уже есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Купить билеты по карте можно несколькими способами – через приложение Госуслуги культура или на сайте учреждения, куда вы собираетесь пойти. Также по карте можно посетить музеи, театры и выставки. Полный список организаций доступен на официальном сайте Пушкинской карты. Наша команда может смело заявить, что эта возможность – просто пушка. Полина Якупова, Матвей Туваев. Неновости. Зачем мне солнце, Монако, когда в Казани абсолютно весеннее настроение? Сегодня температура не поднимется выше нуля градусов, солнце не выглянет из-за облаков, но, несмотря на это, душа будет петь, ведь совсем скоро начнется март. Ночью температура опустится до минус 6 градусов. Не замерзайте. В пятницу будет холоднее. Температура днем опустится до минус 2 градусов, ночью до минус 9. Зато пасмурная погода сменится солнечной. Мы сможем получить свою дозу витамина D. Снегом посыпал по кудрявым волосам. Гимн ближайших выходных, ведь они будут очень снежными. Температура не поднимется выше нуля, погода будет комфортной для любого времяпрепровождения. Поэтому одевайтесь теплее, отправляйтесь на прогулку или проводите время дома в тепле и уюте. Главное – близкие и родные рядом с вами. Это были главные НИИ новости. С вами была Валерия Фридрих. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»